Морской гидрофизический институт – организация мирового уровня в своей отрасли. Крупные достижения института связаны с деятельностью его конструкторского бюро в области морского научного приборостроения. Коллектив севастопольского гидрофиза удостаивался к государственной премии СССР. И несмотря на потерю научного флота в 90-х годах, сохранил главное – научные школы. Здесь и сегодня сосредоточена интеллектуальная элита севастопольской науки. Это не только общий интеллектуальный потенциал, но и есть конкретные проекты, которые направлены на решение важных задач местного самоуправления. Старший научный сотрудник Анатолий Сизов работает в институте более полувека. Он начинал еще в Москве, до перебазирования гидрофиза в Севастополь. Когда я пришел, мне там было 23 года, а сейчас мне уже вот в этом году 80 лет. Понимаете, это вся жизнь. Все, я не мыслю себя без нашего морского гидрофизического института. Но насколько хватит сил моих, буду отдавать их нашему институту. Ученые института каждый день ищут ответы на вопросы. Как можно использовать гигантские запасы сероводорода в Черном море в качестве топлива для энергетики будущего и сырья для химической промышленности? Какая нас ждет зима и какой температурный пик будет летом? Накроет ли Севастополь цунами и что принесут течения? Мы интегрированы в мировую науку. У нас есть много направлений, связанных как с региональными исследованиями, так и с более глобальными исследованиями природной среды и климата. Поэтому у нас есть перспективы неплохие. Я надеюсь, и в российских гидрофизмах, где, конечно, исследования проводятся на более широкой основе. Не забывают работники института и о насущных проблемах дня сегодняшнего. Большой объем проводимых работ связан с экологической обстановкой Черноморского региона. Задача – научиться прогнозировать состояние моря на более длительный промежуток времени. То есть ее тепловое состояние, ее динамику, ее течение, волны на Черном море, ну и температура ее не только на поверхности, но и на глубинах. Это одна из серьезных проблем, которая пока еще до конца не решена. К концу этого года судьба Морского гидрофизического института в Академической среде Российской Федерации должна решиться окончательно. Институт войдет в Российскую Академию наук. Ксения Богинская, Павел Красиков, Семинформбюро.